Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, и постараемся найти на него ответ. Добрый день, эксперты. Пишите вы, мне нужен ваш совет. Аноним. Психологи не дают советов. Психологи помогают человеку разобраться в себе, но советов не дают. Так что, на счёт советов я боюсь, что вы можете обратиться не к нам, а к другим людям. Например, к своим родным, близким, друзьям и так далее. Дальше. Встречался с девушкой, но месяц назад она сказала мне, что не готова к серьёзным отношениям, а возможно позже. Ну, собственно, есть невероятность того, что девушка просто испугалась взаимодействия с вами, испугалась ответственности, испугалась какого-то давления, вероятно, на себя с вашей стороны. Или просто со стороны неких обязательств, скажем так. Вот. И, соответственно, по этой причине, да, решила отдалиться. В частности, вот, после того, как она отдалилась, как она решила с вами расстаться, вот, она почувствовала себя свободнее, почувствовала себя без обязательств и начала с вами более искренне взаимодействовать. То есть, это такой вот, вероятно, классический страх перед ответственностью в отношениях. Но, может быть, и другая ситуация, при которой, допустим, вы что-то своей девочке не додавали. Вы не пишете, сколько времени вы встречались, вы не пишете, сколько времени вы вместе, вы не пишете, как выстраивались ваши взаимоотношения, на каких основаниях выстраивались ваши взаимоотношения. Вы не пишете о том, что вас объединяло и связывало. И вы не пишете о том, как вы познакомились, как вы начали встречаться и, соответственно, жили ли вы вместе. Этого ничего вы не пишете, хотя это очень важные моменты. Они бы помогли лучше понять характер вашего взаимодействия с девочкой. Но, тем не менее, вполне вероятно, что её просто что-то не устраивало. Вот в отношениях с вами, да, что-то её не устраивало, что-то ей не нравилось, что-то ей было не по душе. А что было не по душе, это уже, как бы, другой вопрос. Что именно было не по душе ей. То есть этого она может не знать сама, в принципе. Далее. Значит, нам лучше остаться с друзьями через некоторое время. Возможно, мы сможем быть вместе, но не сейчас. Понимаете, штука в том, что если человек говорит только такие слова и не говорит ничего больше, то есть не говорит, что конкретно не устраивает, да, или что конкретно во мне изменилось, то это довольно эгоистическая позиция человека, который не питает тёплых чувств по отношению к своему партнёру. То есть к вам. И, вероятно, она не хочет с вами окончательно рвать, потому что ей с вами неплохо. Но, вместе с тем, она думает, что способна найти что-то лучшее. И это, да, неприятно, безусловно. Это совсем неприятно, безусловно. Но это правда. Здесь всё-то правда. И вот, собственно говоря, в этом весь и момент заключается. Такая вот история. То есть, возникает вопрос, а любит ли вас девочка? Дальше. Такой был её ответ. Ну, понимаете, ответ даётся на вопрос, как правило. Лучше было бы узнать, каков был вопрос. Я уважаю её выбор и решил меньше общаться с ней, предлагать встречи. На некоторое время совсем перестал звонить ей и прекратил общение. Это более чем логично. Более чем логично. Вы молодец. Через несколько дней после этого она ежедневно звонит мне и общение даже лучшее, чем когда мы были вместе. Но человек почувствовал себя свободнее. Что я могу здесь сказать, это то, что девушка, по-видимому, по-видимому, по-видимому девушка... Ммм... 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 Вот... Знаете как? Она... 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 Решила... Хочет... От вас... От вас... Получать... Какие то вещи... Да, вот она... Ну... Она хочет от вас... Получать какие то вещи... И она поняла, что ей для этого не нужны отношения с вами. Вот так это выглядит. Вот именно выглядит это так, понимаете? Я не говорю, что это прям, прям вот сто процентов такая история, но выглядит это таким образом, к сожалению. Дальше. Так, сегодня прочитал о таком выражении как френдзоне и понял, что это как раз о нашем поведении, но вы тоже решил спросить вас как специалистов, как мне поступать в таком случае. Ну, тут очень важный момент, как поступать в таком случае чтобы что, потому что, извините, в зависимости от вашей цели, да, в зависимости от того, чего вы хотите, вот, и строится поведение, поведение, вот. А вы того, что хотите, того, что, ну, того, чего вам хочется, вы не пишете, то есть вы не описываете того, что нужно вам. Любые отношения, в принципе, можно гармонизировать, любые отношения, в принципе, можно, скажем так, улучшить, да? Не обязательно это будет про то, что девушка к вам возвращается, совершенно не обязательно, вот, но что-то сделать можно, вот, а можно разобраться в себе, например, да, и рассмотреть то, как конкретно вы выстраиваете отношениях, да, и что вы делаете не так, например, что вы делаете не так в отношениях, да? То есть, может быть, есть у вас какая-то вот негативная такая составляющая, вот, которая мешает, ну, выстраивать отношения именно вам, да? То есть, такое, вот, в принципе, тоже может быть. Хотя и понятно, что, ну, вариантов, может быть, много, да, и, как бы, не факт это. Но, тем не менее. Дальше. Сама идея Spring Zone мне не очень нравится, потому что это дает очень сильным, таким, рационализаторским вектором, вот. Когда люди о чем-то говорят, вот, но при этом они не признают, что их это волнует, волнует. То есть, вот, в данном случае очень похоже на такую историю. Потому что бренд зона – это про мысль, это про интеллект, но это не про чувства. Соответственно, как и у всего интеллектуального, здесь имеет место быть определенная условность и привязка к слову, к термину. Дальше. Мне приятно, что она звонит, мы общаемся, даже откладывает свои дела на общение, но правильно ли это для нас двоих? Вопрос не в том, правильно или нет. Это не корректный вопрос, правильно или нет. Вопрос более корректный звучит так. То ли это чего я хочу? И делаю ли я это, к примеру, просто так? То есть, действую ли я просто так? Или я действую все-таки, там, к примеру, допустим, ну, с какой-то целью? Вот. Если я действую с какой-то целью, то, ну, это вот действительно, действительно довольно вредно. Потому что, извините, вы откладываете дела, вы надеетесь, вероятно, что с девушкой у вас… Что-то получится, да, но что будет, если, там, например, если не получится ничего? То есть, вот как вы будете себя чувствовать? То есть, вы уже, в принципе, сейчас говорите о том, что вам будет больно. Ну, в таком случае, возможно, не стоит откладывать. Вот. 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 Дела. Свои. Рады того, чтобы пообщаться с девушкой. Потому что общение это, оно может никуда не привести. Что касается неё, самой девушки, то она вроде как действует исключительно так как хочет. То есть она, ну она себя не ограничивает ни в чём, она ведёт себя так как хочет вести и её вроде бы всё устраивает. Поэтому говорить о том, что это может быть неправильно для вас, я бы не стал для вас собой. Говорить о том, что это может быть неправильно для вас, лично для вас, да. Но это связано исключительно с тем, что у вас есть определённая надежда. Именно определённая надежда на то, что с девушкой может что-то получиться. Дальше. Я понимаю, что это плохо, которое в будущем может быть больно для меня. Ну, если вы считаете, что для вас это будет больно, если вы считаете, что вам от этого может быть больно, то это повод разобрать и рассмотреть как бы ситуацию вот с той позиции, собственно, а чем будет больно, из-за чего будет боль. Вот. То есть, вот как это будет больно, будет больно, да. Вот это можно поисследовать, потому что боль это по большому счёту такой, знаете, ну, запас на развитие. То есть, если человеку больно, значит, он, ну, двигается куда-то вот по направлению собственного развития. Вот. Это не всегда действительно приятно, не всегда действительно как-то вот комфортно, но это необходимо. Необходимо, потому что только так, в принципе, человек может получить, ну, опыт, необходимый опыт. Вот. Вот. А по-другому опыт получить невозможно. Вот. К сожалению. Только через боль. И если, к примеру, вы более боитесь, то вы, соответственно, не развиваетесь, скорее всего. Если вы не развиваетесь, то вы стоите на месте. Если вы стоите на месте, вы не принимаете, условно говоря, тех вызовов жизни, которые вам поступают. Вот. Жизнь, она всегда, по большому счёту, ну, состоит из вызовов, вот, из каких-то действий, из каких-то событий, вот. Вот. Которые проверяют человека на, на вот, ну, такой, вроде устойчивый, да? Вот. И очень важно, чтобы вы, ну, чтобы вы держали этот удар, который, условно говоря, посылает вам жизнь. Вот. Вот. К примеру. К примеру. К примеру. Вот если мы говорим про пример. На какой может быть пример у этого? Пример у этого может быть такой, что, сейчас девушка решила с вами не взаимодействовать, допустим. Вот. Вот. Вы решили с ней поддерживать общение на том уровне, вот, на каком она предлагает. Ну, и поддерживать общение, общение с ней. Только не в ущерб себе, да? Только, вот, не нужно делать, ээээ, чего-то, ээээ, что вам как-то не нравится, или что вам тяжело, некомфортно. Вот. Занимайтесь своими делами. Идите своим путём. Допустим. Ну, то есть обратите внимание на себя самого. И это, как мне кажется, могло бы сделать вас более таким привлекательным, может быть, партнёром для девушки. более интересным партнёром для девушки. А пока что вы, к сожалению, в ней растворяете. И когда вы растворяетесь в ней, то понятно, что практически всегда это болезненно. Вот. Ведь вы в ней нуждаетесь. А, понять, в чём вы нуждаетесь в девушке, почему вы нуждаетесь в девушке, очень важный момент. Очень важно понимать, вот, ну, такое основание для нуждаемости. И так далее. Вот. Это всё, эээ, по факту, это всё, эээ, про ваши потребности. По факту, это всё про то, как вы воспринимаете себя и как вы воспринимаете девочку. Ну, именно, вот, в отношениях. И если вы с этим разберётесь, вот, если вы сможете с этим разобраться. Ну, а я, в общем, верю, верю, что вы сможете это сделать. То, ситуация станет лучше. Для вас ситуация будет лучше. Вам будет комфортнее. С такой неувереннее. Вот. Вот такой ответ, я думаю, можно вам примерно дать. На этом, наверное, всё. Уже достаточно долго получилась, большая получилась достаточно запись. Ну, вот. Не хотел бы вас перегрузить, не хотел бы. Вот. Но, по факту, ситуация такая. Да, безусловно, то, что случилось, неприятно. И, безусловно, это не самое лучшее событие в вашей жизни. Ну, а из этого можно сделать выводы. Можно проанализировать своё поведение. Можно посмотреть на те, допустим, действия, которые могли привести вас в этой ситуации, в такой ситуации. Вот. И, после этого что-то изменят, что-то изменят. Если вам не нравится. Я думаю, так. А девочка, если она любит вас, если у неё есть к вам чувства. Вот. Девочка вернётся. К вам. То есть, она не уйдёт до конца. Но, в случае, если она вернётся к вам, мне кажется, нужно обязательно поднять вопрос о том, насколько, скажем так, стабильными являются ваши отношения. Потому что, извините, встречаться с человеком, который сам не знает, чего он хочет. Встречаться с человеком, который сам не понимает, что ему нужно. Да, встречаться с человеком, который сегодня. Сегодня одно, завтра другое. Ну, не очень-то хорошо. Поэтому, дайте, девочки, время. Ну, и развивайтесь сами. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует.